Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. Сегодня мы беседуем о Владимире Ильиче Лене, человеке, который перевернул весь ход мировой истории. Гости нашей студии. Наумов Николай Васильевич, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Емельянов Юрий Васильевич, историк. Конышев Игорь Валерьевич, директор Государственного исторического музея заповедника Горки-Ленинские. И Листов Ярослав Игоревич, секретарь ЦК ЛКСМ, заместитель председателя консультативного совета политических партий при Московской городской думе. Сначала нашей программы давайте посмотрим сюжет. 1918 год. В сложнейших условиях правительство большевиков вынуждено подписать Брестский мир, по которому Россия лишилась более 1 миллиона квадратных километров своей территории. Потеряны Украина, Белоруссия и Прибалтика. От России отделяются Закавказье и государство Центральной Азии. В казачьих областях, в Сибири и на Дальнем Востоке возникают антибольшевистские правительства. Мятеж Чехословасского корпуса, растянувшегося по Транссибирской магистрали от Пензы до Владивостока, послужил сигналом к началу Большой войны в России. Министр вооружений Англии Уинстон Черчилль призывает задушить большевизм в колыбели. И 14 стран Антанты начинают интервенцию против молодого советского государства. Иностранный десант высаживается в главных российских портах. Одновременно Запад активно оказывает материально-техническую и военную помощь белогвардейцам. В 1919 году под контролем правительства в Москве остается всего несколько областей Центральной России. Но ленинская большевистская Россия не распалась. Она преодолела все трудности, разгромила интервентов и белогвардейцев, вернула огромное количество утраченных территорий и заявила о себе как о первом в мире государстве рабочих и крестьян. Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик был подписан в Москве 29 декабря 1922 года делегациями России, Украины, Белоруссии и Закавказья. Недавнее воссоединение с Крымом вызвало в России всенародное ликование. Рейтинг главы государства снова начал расти. Сегодня мы вряд ли сможем представить, как ликовали в России, когда приходили известия о победах над интервентами. Как ликовали люди, когда воссоединялись огромные земли исторической России. И какой невообразимой высоты был тогда рейтинг большевиков и Ленина. Страна была практически разрушена. Лежала в руинах. Гражданская война, интервенция, разруха. И всего через пять лет страна была приведена в чувства и фактически была уже совсем другой. Как так получилось? Я думаю, это потому произошло, что была всеобщая потребность в мире и согласии. Поэтому как только образовался такой просвет, что ли, в военных действиях, как только интервенты начали терять позиции в России, так, в общем, сразу пробудилась мужицкая смекалка, мужицкая изворотливость. Рабочие как-то приспосабливаются, одним словом. Начинается жизнь. Та обычная, обыденная жизнь, которую уже у большинства граждан в любом государстве. Поэтому тут мудрость Ленина в этой ситуации была именно в том, что он осознал значение личной инициативы, частной инициативы и осознал необходимость коренной перестройки и государства, и коренного изменения методов управления страной. Вот тут он выступает как такой прозорливый, вместе с тем сугубо практичный политический деятель. И когда он осознал, что ради спасения большевистского режима надо принести в жертву идеологию, он это сделал. И это тоже сработало на возрождении страны. Я не совсем согласен с предыдущим оратором по поводу того, что Ленин пожертвовал идеологией. Нет, идейная основа политики Ленина, она сохранялась. В чём причина прихода большевиков в власти? Руководство большевистской партии во главе с Лениным имело ясную программу, отвечающую коренным интересам подавляющего большинства населения. Вот сейчас пришли к власти в Киеве люди. У них есть цель какая? Получить займ. Вот уже два месяца они бегают и ищут займы. Там задача была для крестьянства требовала землю, солдаты требовали мира, рабочие во всём мире уже полвека требовали восьмичасовой рабочий день. Вот эти задачи были решены в первые дни советской власти. Как только вот это правительство, которое ожидало учредительного собрания, когда всё встанет на своё место, это правительство было смятено, пришло новое, и эсеровская программа была принята для удовлетворения нужд крестьянства. Но она была принята и тут же стала осуществляться. Вековая мечта рабочих всей Европы, восьмичасовой рабочий день. На четвёртый день она была осуществлена. Дальше идёт, да, вот всё тут сказано, гражданская война, всё. И опять, в чём сила была Ленина в 1917 году и дальше? Чёткое марксистское восприятие истории, как процесса диалектического, развивающегося, периодизация того, что происходит. Один период кончился, начинается другой период. Возьмите все работы Ленина. То есть это именно, он не отказывался от основ марксистской идеологии, а точно следовал её. Всё, период гражданской войны он также разбивал на подпериоды. А здесь всё, гражданская война кончилась, начинается новый период с новыми задачами. Какие силы там участвуют? Всё разложено, всё определено. Как ответить на динамику этих сил? И именно в этом была его сила, умение чётко реагировать на все вещи, не пропуская мелочи. Вот сейчас показали здесь картины войны, разрухи и так далее. Меня поразила одна вещь. 12 июля 1918 года, всего шесть дней назад, произошёл эсеровский мятеж. И мятежом охвачена Верхняя Поволжья. 10 июля восстал Муравьёв и поворачивает фронт на Москву. Интервенты идут с севера. Вот-вот убит Мирбах. Вот-вот угроза германской интервенции. Голодает все города. Ленин пишет письмо к рабочим Питера и Москвы, что отправляйтесь заготовлять хлеб в деревне. И в этот день принимается решение о том, чтобы передать государству консерватории, нотные издательства, школы музыкальные строить. Да, с одной стороны, это задача момента. Потому что культура погибнет, она просто умрёт с голоду, она исчезнет, если сейчас не спасти. Но, с другой стороны, взгляд на перспективу. В чём секрет этой феноменальной гибкости? Я начну чуть-чуть издалека. Вот в продолжении того, что сказали мои коллеги, я хочу отметить, что, на мой взгляд, одна из сильных сторон Ленина, из сильных сторон большевиков, было умение правильно, ёмко, кратко и целево сформулировать основные цели и основные лозунги того, ради чего они, собственно, делали революцию и что они собирались делать дальше. Ну, это примерно повторение того, что сказали мои коллеги. Ну, вот в переводе на русский язык был абсолютно грамотный, чёткий, целевой на целевую аудиторию пиар. У нас в коллекции музея хранится хороший набор белогвардейских и красногвардейских плакатов. Ну, так получилось, что белогвардейские плакаты были обнаружены в своё время в фондах кабинета и квартиры Ленина в Кремле. Мы можем предположить, что когда-то, в 18-19 году, эти плакаты приносили Ленину для того, чтобы тот мог воочию понять, как с ним, собственно, и с молодой Советской Республики борются враги. Абсолютно правильный подход. Для того, чтобы с врагом бороться, нужно его понимать. Так вот, я могу сказать, что красные плакаты, советские плакаты, они гораздо ёмче, они гораздо сильнее, нежели чем рассчитанные на некий такой романтический флёр белогвардейские плакаты. И я думаю, что именно лозунги, ну, хотим мы или не хотим, простому человеку достаточно сложно было разобраться в хитросплетениях экономических моделей, политических и всего остального. Так или иначе, простой человек, он реагировал на те лозунги, которые выдвигались большевиками во весь этот период. Это первая часть. Вторая часть, да, я уверен, что большевиков Ленина спасло именно то, что они, имея обратную связь, очень хорошо и чутко слышали эту обратную связь. И когда Ленин понимал, когда его окружение понимало, что те вещи, которые они наметили и делают игру, идут несколько с, ну, скажем так, иным акцентом восприятия, они умудрялись и могли менять тактику уже во время, собственно, достижения своей стратегической цели. Вот это сильная сторона большевиков, это сильная сторона Ленина абсолютно безусловно. Вот Ленин никогда не был, в общем-то, до этого хозяйственным руководителем. Но, тем не менее, придя к руководству страной, он осуществлял весьма сложные планы, например, тот же план ГЛРО. Вот есть в примере, какие-то примеры в истории аналогичные, когда человек, в общем-то, без какой-то специальной подготовки был вынужден решать огромный спектр вопросов и решил их успешно? Здесь очень два важных момента. Первое, действительно, история таких примеров не знает. Такой пример может быть только один, мы можем указать, именно это Советская Республика. Но здесь важна еще другая вещь. Ленин прекрасно понимал, как марксист, о том, что один человек в поле не воин. Что выходить и управлять страной по телевизору, как у нас пытался делать Михаил Сергеевич Горбачев, или просто, так сказать, какими-то разговорами и так далее, невозможно. Везде должны быть специалисты. Вот в фондах Горок-Ленинский есть замечательное послание Бернарда Шоу Владимировичу Ленину, где он пишет, что это первое профессиональное правительство в Европе, где почти каждый член с высшим образованием и находится по специальности. Это же уникальная вещь. То есть посты раздавались не по принципу приверженности, не по принципу личных каких-то связей, а конкретно, умеет человек управлять данным направлением или не умеет. И решался вопрос действительно комплексно, то, что говорили сейчас мои коллеги. То есть не было потеряно ни одно направление. То есть представьте себе, 19-й год, вовсю полыхает гражданская война, а советское правительство решает вопрос домов отдыха для не только солдат, но и для простых людей. Вопросы первых родильных домов и так далее. То есть не просто была программа, которую хорошо, красиво показывали, но и эта программа тут же воплощалась в жизнь. Да, есть великий большой план Гойл-Ро, но уже сейчас начинает строиться Кашинская электростанция, пусть пока только на этой территории. Она небольшая, но она делается. И эта сила была очень мощная. Посмотрите, даже с точки зрения армии. 49% генералов царской армии, а это все дворяне, туда ни дворянин попасть не мог. Так знаменитый генерал Брусилов, Брусиловский прорыв. Да, совершенно верно. Они же все переходят на сторону советской власти, потому что это единственная сила, которая выступает. За создание государства. Если все остальные выставляли лозунг, единая неделимая Россия тут же торговали с иностранцами, о том, кому какую часть отдать за помощь, то здесь опора только на своих людей и поддержка международной, опять же, только в варианте демонстрации рабочих, руки прочь, от советской власти. И при этом четкое понимание, что и как делать. Смотрите, Ленин поменял три политики за каких-то пять лет. Начиная от триумфального шествия советской власти, военного коммунизма, новой экономической политики. Они же все кардинально разные, но при этом они все плановые, системные. То есть те политики, которые четко следят как и за настроениями общества, а главное, она не просто идет как любой рейтинг того или иного политика, который пытается угадать, что бы хотело общество. Он не только, Ленин умел не только угадать, он умел и поставить новые задачи перед обществом, которые общество вдруг понимало, а мы как раз этого и ждем. Смотрите, вот тот же самый план Гуэл-Ро. Ведь на самом деле план Гуэл-Ро начали разрабатывать еще в 1880 году. Но Российская империя 37 лет не могла к нему приступить. Даже как единого документа не смогла создать. Большевики создали его за каких-то два года. Вот, пожалуйста, вам прямая задача, которая есть. Общество ей, то, что называется, дышит. Она еще не осознает это как лозунг. Она понимает, что ей это необходимо и нужно. И когда ей вдруг Ленин говорит, что электрификация страны плюс советская власть, люди говорят, да, мы именно этого и хотели. Вот это безусловная гениальность. Умение работать командно. Не один человек, как бы гениален он ни был, ничего сделать здесь не может. Умение подобрать людей на каждый пост. Умение их мотивировать. Умение мотивировать всю нацию. Да, и разговаривать со всеми на простом языке. Более того, мы говорим о гражданской войне. Действительно, это очень ужасное событие, унесшее несколько миллионов человеческих жизней. И одновременно с тем, представьте, в условиях фронтов, в условиях жуткого накала между одной частью нации и другой, внутри руководства, умение внутри страны забыть эту тему, убрать эту тему. Вот сейчас мы, как историки, всегда сталкиваемся с такой простой вещью. Сейчас вышло безумное количество книг про красный террор. И практически нет книг про белый террор. Я начал интересоваться, почему их нет в советские годы. Ведь, кажется, 70 лет советской власти можно было так очернить своих противников. Была официальная задача, поставленная еще Лениным. Он писал, поменьше писать то, что может в дальнейшем нас разъединять. Побольше писать о том, что может воссоздать советскую нацию, воссоздать советский народ. Вот это вот очень важный момент. Преодолеть личностные обиды, идти дальше ради государства. Что удалось большевикам и Ленину сделать? Какие струны затронуть, что эта страна полностью пошла за ними? Прежде всего, умелая политика в отношении крестьянства. Это была гибкая политика, которая менялась, которая на первых порах отвечала, так сказать, интересам всего крестьянства, когда была выдвинута, как вот я уже говорил, эсеровская программа передачи помещичек земель крестьянству. Затем крен в сторону раскулачивания, когда в ходе поддержки бедноты явный был перехлёст, перегиб. Но быстрая реакция на эти перегибы. Ведь уже к 19-му году, к 8-му съезду, все партийные руководители говорили о том, что крестьянство недовольно. И вот переход другой политики, курс на союз с середняком. Вот эта гибкая политика, конечно, способствовала тому, что страна оказалась неохваченной ни Вандеей, ни Жакирией какой-то новой. А крестьяне, может быть, не все и, может быть, не столь уж охотно, но поддерживали советскую власть. То есть, вот я считаю, в основе была, конечно, гибкая политика, но в то же время поддержка рабочего класса, поддержка вот этого, той социальной опоры, на которую выросла страна. Потому что большинство членов партии – это выходцы из рабочей среды ещё, когда партия выходила из подполья. И, наконец, конечно, поворот к новой экономической политике, отмена продразвёрстки, которая, кстати, началась ещё во времена Временного правительства. Конечно, потом быстрый прогресс, быстрый. Вот из года в год положение улучшалось, несмотря на очень тяжёлые условия. 21-й год, голодный год, но затем хороший урожай, улучшение. И положение начинают люди видят, видят из года в год положение улучшается. Их не кормят какими-то завтраками, им не говорят, что когда-то через 10 лет произойдёт удвоение национального продукта, а потом оно не происходит, и об этом обещании забывают. А вот эти обещания сбывались, и люди видели это. Россия была унитарным государством, фактически, делилась по губернским принципам. При Ленине она разделилась по национально-территориальным границам. Как вы считаете, это было обосновано в той ситуации, и насколько это потом в перспективе сыграло роль? Старые губернские границы были восстановлены на всей территории России, Советской России. И, в общем, значение продуманных и надёжных границ осознавали большевики. Поэтому они всегда очень настороженно относились ко всем, к любым проявлениям местной самостийности, местных таких поползновений. И Ленин прекрасно понимал, что многих основных губерниях Советской России советская власть просто не продержится. Отсюда такое внимание к пограничным вопросам, к территориальным вопросам. Например, Жириновский сегодня предлагает ликвидировать национально-территориальное устройство, перейти к губернскому принципу. Не будет ли это катастрофой для России? Или всё-таки, может быть, стоит остаться на ленинских позициях? То, что предлагает Жириновский, это, безусловно, голословное утверждение. Если, не дай бог, когда-нибудь будут применены, это будет катастрофа. Мы сейчас видим прекрасно на Украине. Как раз там отказались от национального деления, от прав тех национальностей, которые там присутствуют. Мы же сейчас видим, говоря ленинским языком, что Украина – это империалистическая держава, которая живёт только за счёт подавления национальных меньшин. В данном случае это русские, русины, гуцулы и так далее. То есть, по сути дела, мы воспроизводим ту модель, вот на Украине была воспроизводена модель Российской империи. И вот сейчас мы видим то, к чему эта модель подходит. То есть, к бунту изнутри. С другой стороны, есть другая крайность. Это Ельцинский период, когда едите суверенитета сколько хотите. И Советский Союз, к сожалению, эту модель тоже прошёл. Это была так называемая модель коренизации, когда, увлёкшись немного идеей, что должна быть у каждой нации свой язык, своя культура и так далее, правильные абсолютно вещи. Но иногда внедряли их там, где, мягко говоря, они были не нужны. В частности, мы говорим про Крым. В 20-е годы начали учить непосредственно национальному языку болгар, греков, которые те сами устраивали манифестации и отказывались. Они говорят, мы не хотим гробить наших детей, мы хотим, чтобы они говорили на русском языке, на едином языке Нового Советского Союза. Но от этой политики быстро отказались. Да, и от них очень быстро отказались. Были бунты, например, в Харькове, когда люди шли. Вот для нас сейчас очень кажется странным. Но в 20-м году там прошла массовая демонстрация людей против того, что в школах начали преподавать иностранный язык. Под иностранным языком развивался украинский. Для нас это сейчас как бы кажется уже странным. А тогда вот это были вопросы. И Владимир Членин это прекрасно понимал. Он прекрасно понимал, как создавалась Российская империя. И что в 19 веке отказались от идеи включения стран. Началось вот это тоталитарное объединение всех подрусских, тоталитарное объединение единой религии и так далее. От этого отказались. И это дало громадный всплеск энтузиазма. В том числе в национальных областях. В том числе в крайних регионах, которые иначе как депрессивными не были. И тут вдруг люди поняли, что они такие же равноправные граждане страны. Но одновременно с этим уже, представьте себе, 17-й год, декабрь месяц. Еще только власть взяли. А Ленин уже говорит о том, что следующим шагом после коренизации и национализации будет создание субэтноса советский человек. То есть уже следующий шаг. Да, мы все разные. У нас у каждого своя культура. И одновременно мы все едины, мы все советские люди. Вот это очень важная система. Мы разные, каждый из нас индивидуален. И одновременно с тем мы все едины, можем выставить нерушимой стеной, как пелась песня. А что происходит сейчас? Происходит ситуация, когда у нас каждая отдельная республика холит, лелеет у себя свой национализм. Более того, партия власти начинает говорить, что национализм – хорошее слово. Бывает хороший национализм, бывает плохой национализм. Плохой национализм и хороший не бывает. Любой национализм начинается с одного. Начинаем разговаривать об исключительности одной нации по отношению к другой и заканчиваем фашистским режимом. Вот, пожалуйста, яркий пример та же самая Украина. Начиналось все. Хороший национализм, мы теперь украинцы. И вот за 20 лет великие укры, которые упомянуты якобы в Библии, у нас сейчас дошли до Зигов и СС. И Ленин прошел по этому лезвию бритвы, сохранить национальную гордость, не переходя в национализм. Большевикам предсказывали, что они не смогут удержать власть хотя бы из-за того, что Россия, к сожалению, не была самой образованной страной в Европе на тот момент. Но произошел процесс обратный. Наоборот, большевики вытянули общий средний уровень, наверное, до самого высокого в Европе. Почему им удалось то, чего не происходило, в общем-то, практически во всей российской истории? Действительно, тот уровень культуры, тот уровень образованности, которого в итоге достиг Советский Союз на конец 80-х, начало 90-х годов, со всей очевидностью понимая, что основы были заложены именно тогда, в 20-е годы, он был феноменальным, он был очень интересным. Он был очень высоким. И вот сейчас уже с позиции человека, который руководит музеем в нашем веке, видит посетителей, слышит посетителей, понимает посетителей. Я прекрасно помню, каким посетителем музеев был я в конце 80-х годов, когда был молод. Я понимаю, что разница огромная, разница колоссальная. Разница и в базовом уровне подготовки, и разница, прежде всего, в том, как и какие вопросы задают люди. Потому что, я думаю, коллеги меня поддержат, основной скрининг, который ты получаешь, и основное мнение, которое ты получаешь о человеке, это то, как человек задает вопросы. Какие вопросы задает, на какие вопросы он ищет ответы. Сравнить невозможно. Уровень образованности людей, позднего социализма, он был, на мой взгляд, несравненно выше, чем сейчас. Хотя нельзя отрицать того, что и сейчас отношение и желание получить некий объем культурной информации, культурного продукта существует. Но, к сожалению, все меньше и меньше. Что самое печальное для нас, для руководителей исторических музеев, популярность и интерес к историческим музеям значительно угас. Один короткий пример, и я завершу. Если в середине 80-х годов музей-заповедник Горки-Ленинские посещало в среднем около 500-600 тысяч человек в год, ну, это с учетом идеологизации, с учетом, так сказать, культовости места и всего остального, то сейчас, казалось бы, история – это безумно интересная вещь. А то сейчас, к сожалению, это показатель примерно в 10 раз меньше. Кроме Горок-Ленинских, еще более-менее как-то выживает с точки зрения посещаемости этот мемориальный центр Ленина в Ульяновске, в Симбирске. Это тот музей, который был создан столетию со дня рождения Ленина. Все остальные ленинские музеи, либо они полностью перепрофилированы и полностью утратили ленинские экспозиции, либо сохраняют ленинские экспозиции, но эти экспозиции являются самыми малопосещаемыми экспозициями в музее. Юрий Васильевич, вопрос к вам как к историку про тот же самый культурный феномен. Одновременно решалось очень много задач. Поставлены были большие цели – ликвидация неграмотности. Очень ускоренно не все программы получились. Но, тем не менее, как все народы, национальности огромной страны получили свою письменность, получили возможность видеть свой язык написанным, и стала создаваться национальная литература. Неграмотность не была ликвидирована в одночасье. Только там к 1939 году было почти 90% грамотности. А с чего мы начали до революции? А начали, сейчас скажу, перед Первой мировой войной в Пензенской области уровень грамотности был 15%. В Питере было лучше – около 60%. В Тверской – около 35%. Какие-то пару десятков лет страна была преобразована. В чем секрет? Прежде всего, настрой на то, что мы можем, мы должны это сделать, обязаны. Поэтому фантастическими темпами растет научно-популярная литература. Она в десятки. Да, были энтузиасты в России еще дореволюционной, которые пропагандировали и науку, и технику, и писали какие-то брошюры. И вдруг тиражи их вырастают в десятки, в сотни, в тысячи раз вот этих публикаций. То есть вот это наступление на всех фронтах. У нас сейчас создан образ страны, которая показывает кадры с тачками, примитивный труд, они вот суетятся, что-то такое строят. Но на самом деле происходило наступление на самых разных, не только стройки и использование тачек и лопат, а приобщение к квалифицированному труду, рост культуры людей. При всей разности систем, вот чему бы мы сейчас могли у Ленина поучиться? Допустим, даже нашей власти. Знаете, очень многому. Умение вовремя учесть изменения настроений масс и приспособить политику к этим изменениям. Это самое главное. И когда нужно было спасать государство советское, нужно было спасать руководящую роль коммунистической партии, тут Ленин был готов пойти очень далеко. Мы имеем не одного Ленина, мы имеем, по крайней мере, Ленина в период Искры, в период Второго съезда, потом мы имеем Ленина в период Революции, и потом в годы Первой мировой войны, потом советскую власть устанавливает, и идет это так называемое Триумфальное шествие, а потом приходит уже и создание Красной Армии, что было тоже отступление. Словом, он постоянно менялся, он был в постоянном поиске. И за это ему честь и хвала. Потому что когда нужно было, он отбрасывал этот теоретический хлам, как он говорил, в сторону, и руководствовался теми потребностями развития советского общества, которое начиналось в новых условиях. Вот это, я думаю, очень важно знать, когда говорят о Ленине. Сейчас мы посмотрим еще один сюжет. Это отрывок из фильма «Коммунист», где показано, как к Ленину относились при его жизни. Иван Грефьевич, вставай! Ленину бить! Ленин! Москва! Да? Да? Москва! 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 Неужели убили? Неужели правда? Тверче граждан ликвидитет! Ленин, жив! Жив! Только Ленин, жив! Товарищи! Драги хотели убить того, кто отдает всю свою жизнь рабочему классу. Хотят в кроли утопить свободу. Не выйдет, товарищи! Ленин жив только ранен. Кино есть кино, но, наверное, что-то такое действительно реально и происходило при жизни. Игорь Владимирович, говоря сегодняшним языком, мы, конечно, тут не социологи, наверное, рейтинг Ленина зашкаливал. Какой мог бы быть рейтинг Ленина, если его мерить, например, современными категориями? Вы знаете, все зависит от того этапа, в котором бы мы хотели этот рейтинг измерить. На самом деле, не все так просто, не все так однозначно. И в конце 1917-го, в начале 1918-го года, даже во второй половине 1918-го года, вот такой широкой известности у Ленина в России не было. Ну, просто не было тех средств массовой информации, которыми мы обладаем сейчас, не было тех потоков информационных, которые могли бы рассказать о том, кто такой Ленин. И уж если совсем говорить честно, по большому счету, на первом этапе постреволюционного развития больше знали Троцкого, потому что он организовывал Красную Армию, он постоянно бывал на местах, он постоянно работал с людьми. Есть очень интересный эпизод горкинского периода, когда после ранения на заводе Михельсона, когда он приехал в Горке, в Горе в ГПУ поступило заявление от жителей деревни Горки о том, что вот тут в старой барской усадьбе посели некого товарища Ленина и заставляют нас для него яйца собирать и масло взбивать. То есть вот на том этапе, на том этапе Ленин еще не был тем самым стопроцентно даже известным человеком, который, по сути, коренным образом переломил жизнь страны. И известность Ленина, она росла, она росла гигантскими темпами, она росла скачкообразно уже скорее в последующий период. И на рубеже 22-23 года, когда случился первый инсульт, известность была достаточно широкой. Было очень много писем от трудящихся, которые спрашивали, как здоровье Ленина. Скажу больше, у нас хранится очень интересный экземпляр спецвыпуска газеты «Правда», в котором рассказывается о том, как отдыхает Ленин после болезни именно в горках. Это нужно было сделать для того, чтобы успокоить народные массы, которые, зная, что Ленин заболел, очень сильно беспокоились о его здоровье. И разумеется, начало 24-го года, ужас от известия о кончине, всенародная скорбь, реальная всенародная скорбь, действительно всенародная скорбь. У нас хранятся фотографии траурной процессии, выноса тела из большого дома, прохода по траурной аллее. Это десятки тысяч людей. Даже в горках, даже там, это десятки тысяч людей. Действительно, тогда уже известность была, наверное, максимальной в тот этап времени. Ну и, разумеется, потом вся российская история, вся советская история, она поддерживала и известность, и отношение к Ленину, это бесспорно. Собственный мавзолей-то появился не просто так? Он, в общем-то, вынужден появился не так? Мавзолей появился не просто так. И первый мавзолей появился не просто так. Там причина была безумно проста. Далеко не все смогли за ту неделю, когда тело лежало в колонном зале, попрощаться с Лениным. Было принято решение во временный мавзолей, чуть-чуть опустив его в промерзшую землю, что, собственно, тело-то и спасло от уничтожения, поместить там. Потом было принято решение о том, что было бы неплохо еще на какое-то время продлить и прощание, и, собственно, это тело поддержать. Ну, собственно, вот. А сейчас мы получаем то, что получили. Сейчас мы видим то, что мы видим. Почему для некоторых сил, опять же вспомним того Жириновского, почему так важно для них разрушить мавзолей, почему так важно вынести Ленина, они там говорят о каких-то христианских традициях, но мы-то понимаем, что им нужно его осквернить, разрушить, уничтожить. Почему это им нужно? Вопрос о христианстве, способе захоронения, закрыл тему еще предыдущий патриарх Алексий, который сказал, что Ленин похоронен по всем канонам христианской церкви, и на этом вопрос закрыт. Это было еще аж в 93-м году. То, что сейчас это поднимается, это даже неуважение к Русской Православной Церкви и к ее первому иерарху. Система очень простая. Посмотрите, вот мы говорим, там тот же самый Жириновский, да, это внутри страны. Снос, как они назвали его, Ленинопад, так сказать, на Украине. Ведь, на самом деле, начался он раньше, в Российской Федерации. Помните, вандальный взрыв памятника Ленину на финском вокзале, уничтожение его изображения в Карелии, снос десятков памятников в малых центрах и так далее. На начало 90-х этот пик пришелся. Нет, как ни странно, пик 90-й понятно. Это вполне понятно. Менялось государственной строительностью. Но второй всплеск пришелся у нас на второй срок Владимира Владимировича Путина, 2004-2008 год. Когда поколение подросло. Совершенно верно. В чем смысл? Смысл, конечно, очень простой. Борется не с конкретными художественными произведениями, борется с памятью о Ленине. И в первую очередь вот то, о чем мы сейчас говорили. Потому что, ну смотрите, безумный всплеск энтузиазма присоединили Крым. И сравните с тем, что присоединил Владимирович Ленин. У него же к моменту самого наихудшего пика, да, Москва, Ленинград и несколько областей между ними. По сути дела, железная дорога. И увеличить ее до предела всего Советского Союза. Представьте себе, какой всплеск, какой энтузиазм был воспринят людьми в 1922 году, когда, по сути дела, их родина восстановилась. Да, с новым названием, с новой системой правления, но она восстановилась. Каждая новая область, каждая новая республика. И ведь в каждой конкретной ситуации использовался свой отдельный сценарий. Да, как присоединить, как создать, какие наладить силы, где можно упустить, например, на какой-то момент. Ведь мы прекрасно знаем, что независимость Польши, Прибалтики и Финляндии седал Владимирович Ленин, понимая, что на данном историческом этапе решить этот вопрос невозможно. И, кстати, был прав в исторической перспективе. Далеко не все территории нужны государству. В перспективе оказался прав. Была создана буферная республика, дальневосточная республика, в которой власть была даже отдана меньшевикам и эсерам, и там только Блюхер был большевиком, министр обороны. Но важную вот эту систему сохранили, есть республика, потом опять же вошла в состав РСФСР и так далее. Почему Ленина сейчас так боятся? И почему боятся, например, вот эти деструктивные, крайне деструктивные силы, которые пришли к власти на Украине? Он до сих пор является символом того государства, которое им сейчас ненависно. Вот именно в этой формулировке. И борются они не с Лениным. В общем-то, по большому счету, им все равно, кого свалить из той нашей общей прошлой истории. Наша задача сейчас максимально полно, максимально емко и максимально активно показывать все, что у нас сохранилось, все, что мы имеем из ленинского наследия. Поверьте, вот музей заповедника Горки Ленинский, это, пожалуй, единственный из всех музеев, так или иначе связанных с Лениным, который имеет подлинную экспозицию тех предметов, тех вещей, тех документов и книг, которыми пользовался сам Владимир Ильич Ленин. В прошлом году мы извлекли из фондов, хранившиеся там на протяжении более 20 лет, полтора десятка скульптурных изображений Ленина. Мы их отреставрировали, мы их установили на постаменты, и сейчас они у нас на площади в 2000 квадратных метров радуют всех наших посетителей. Мы за ними следим, за ними ухаживаем. Это сдержанно, это спокойно, это без какой-либо идеологической подоплеки. Это элемент нашей истории. Вот эти объекты культурного наследия, это элемент нашей истории. Мы относимся к этому только так. Я так понимаю, на Украине происходит совсем не то, что планировали, условно говоря, бандеровцы. Не кажется ли вам, что после того, как начинают покушаться на Ленина, происходит распад государства, ни больше, ни меньше? И в этой связи, может быть, и нам тоже Ленина как-то поберечь? Да, были человеческие жертвы, но гораздо больше попадало памятников Ленина. На Ленине вымещали, вымещали именно вот ту ненависть тому государству, которую он олицетворял. А в другом конце Украине, вокруг памятника Ленина, группировались те, кто выступал за права вот этой области, этого народа, право говорить на своем языке, потому что в Ленине видели олицетворение вот того, что было в ленинском государстве. Ну, не Ленин создал Украину в таких границах. Ведь известно, что 15 февраля 2018 года была проразглашена Донецко-Криворожская республика, в которую входили Криворожский бассейн, Донецкий бассейн, Екатеринославская область, Харьковская область, и она вошла в состав РСФСР. Не было ленинского декрета о создании Украины в таких границах. Но ведь сочинение Ленина выбросили, никто не читал тогда, когда выбрасывал, и сейчас не читают Ленина, и знать не знают ни ленинского наследия, ни его метода. Да, исторически так сложилось в бурных событиях 18-20-х годов, что Украина сложилась в этих границах. Но это не было решением Ленина. Но Ленин олицетворяет для людей память о великой стране с обеспеченными правами всех народов, социальными правами. Именно поэтому вот они стоят и в Харькове около памятника Ленина, самого большого памятника Ленину в Европе. Стоят в Донецке вокруг памятника Ленина. Ленин по-прежнему на первой позиции борьбы против фашизма. Вот у нас 20 лет в стране идут реформы. 20 лет. В общем-то, по большому счету, если бы не цены на сырье, все хуже, хуже и хуже. Почему вот эти дипломированные специалисты, которые закончили там многие лучшие мировые вузы, почему они даже близко не могут сравниться с Лениным по эффективности? Ну, во-первых, у нас очень большая проблема с кадровой политикой. Если вы посмотрите на состав нашего правительства и те специальности, которые они получали, к сожалению, там где-то процентов на 50 люди работают не по своим специальностям. Более того, у нас есть очень большая проблема. У нас во многих отраслях, в частности, в экономике абсолютно политизированный взгляд на вещи. То есть у нас, например, как мантру постоянно повторяют одну и ту же вещь, потому что государство неэффективный собственник. Хотя это опровергает не социалистические страны, а именно капиталистические страны. Доля собственности в США... Даже наша страна, если уж на то пошла. Да, совершенно верно. Доля собственности в США, государственной, достигает 30%. 40% достигает в Англии, почти 60% во Франции. И все это современные лучшие производства, которые тянут экономику. В России эта доля составляет где-то около 80%, и мы каждый раз слышим о новых приватизациях, о новых распродажах и так далее. У нас абсолютно не государственно ориентированные чиновники. Это люди, которые больше ориентированы на какие-то, я не хочу сказать прямое предательство, но на какие-то очень субъективные взгляды. Например, нам очень нужно было вступить в ВТО. Зачем, говорили все специалисты-эксперты. Вы к этому совершенно не готовы. Вы не можете договориться о тех правилах. Вступили, и сейчас мы говорим, ой, а если неплохо бы нас исключили из ВТО на фоне украинских событий. Прямым текстом об этом говорят, что вступление в ВТО оказалось неэффективным. Совершенно верно. Но почему нужно было 15 лет с настойчивостью дятла требовать включить себя в ВТО, чтобы через буквально год после вступления понять, что это сделано было зря. И вот эти вот именно идеологемы, которые взгляд на экономику, на политику исключительно вот с такими зашоренными глазами, он и приводит к той катастрофе, которая фактически сложилась в России. Мы действительно сырьевая страна. Более того, если Ленин говорил, выступает на съезде, говорит, нам необходимо перейти к новой экономической политике, то зримость перехода к новой экономической политике нация видит уже через месяц-два. В 2008 году президент Медведев на тот момент заказал о том, что мы должны уходить от сырьевой модели. И что прошло? Ничего. Сегодня Владимир Владимирович Путин подтвердил о том, что нам это нужно, но вот и ныне там. Вот эти вот очень важные вещи, да, простые просто вещи подчас банальные. Но мы все прекрасно знаем, что если государство хочет иметь какое-то значение в мировой экономике, должно иметь свою платежную систему. У нас есть пример Китая, у нас есть пример других стран. И что же? Такие системы были созданы, но не получили государственной поддержки до тех пор, пока нам не обрубили визу с мастер-карт. Вот это очень важная система, да. Более того, у нас сложилось реально чиновничий тоталитаризм. То есть чиновники, которые не очень уверены в своем будущем, которые фактически садятся на свои места как на кормление, да, и боятся что-либо делать. Вот, знаете, вот этот вот пережиток позднего, брежнего, когда боялись что-либо сделать, он перешел в абсолют. Любой чиновник боится что-либо делать. Более того, если раньше он нес ответственность за то, что он не делает, то сейчас он несет ответственность только если делает. Поэтому невыполнение тех или иных действий для чиновника ничего не стоит. Немножко поближе к Ленину. Да, это в первую очередь, это как раз последняя работа Ленина, да, о государственном контроле. И в первую очередь он требует что? Требует контролировать чиновника в исполнении тех требований, которые он действует. То есть прямые его государственные обязанности, да, как чиновника, что он сделал и чего он не сделал, и что был обязан сделать. А что показательно, люди не боялись контролировать чиновников, ведь так? Это первая вещь, не боялись контролировать. Более того, было совершенно иное отношение к этой системе. Ведь посмотрите, как у нас построена вся современная пропаганда. Пришел хороший губернатор и сделал дорогу. Ура ему аплодисменты, ребята, он обязан делать дорогу. Мы уже то, что чиновник обязан делать как наемный рабочий, да, ведь по сути дела четкая позиция Ленина. Любой чиновник – это нанятый рабочим классом, в данном случае государством, человек, который должен выполнить определенную роль, да, определенные… Не барин, не хозяин, не феодал. Нет, ни в коем случае. Это именно наемный работник, управленец, как его сейчас называют, да, который должен выполнить определенный объем работы. Но мы теперь, извините за выражение, если он вдруг сделал хотя бы на 10% то, что он обязан делать, мы начинаем его встречать как манну небесную, там, с хлебом с солью. И вот нам надо изменить вот это отношение. И здесь как раз замалчивание трудов Ленина, попытка говорить о том, что, да, вот там Ленин ушел от марксизма, ничего подобного. Ленин был марксистом от мозга до костей. Он четко понимал, в первую очередь, маркса, который писал Верия Засулич. Если вы пытаетесь воспринять любое мое теоретическое рассуждение как инструкцию к действию, вы не марксистка, вы начетница. Может ли чисто теоретически Путин вот сейчас сделать что-то, чтобы его рейтинг, его там, не знаю, всенародная любовь достигла ленинских высот? Да, он должен отказаться от позиционирования себя через рейтинги. Владимир Владимирович Ленин никогда не ориентировался на рейтинги. Он ориентировался на том, что нужно государству, что нужно стране, что нужно народу. Вот если Владимир Владимирович Путин откажется от интересов личных, да, от интересов классовых, да, и перейдет к интересам народа, его рейтинги будут зашкаливать. Но для этого не нужно думать о том, какой у меня будет рейтинг, а нужно понимать, что нужно стране, как нужно развивать и что хочет народ. Четко наладить взаимосвязь, обратную связь, о которой здесь уже говорилось. Вот это основной принцип любого политика. Влияние Ленина на сегодняшнюю российскую, мировую историю и политику, оно продолжается? Я думаю, продолжается. Прежде всего, наследие Ленина. Наследие в том, что все-таки остались какие-то, несмотря на коренной слом той системы, которая у нас существовала, осталась инерция и социальных каких-то институтов, осталось наследие культурное, образовательное, осталась значительная часть страны, все-таки уже не шестая часть, но седьмая часть земной суши, которая, в общем, шла по ленинскому пути. Бойцы шли в бой со знаменами, на которым был изображен Ленин. Пусть дух великого Ленина осенит вас, говорил Сталин 7 ноября 1941 года с трибуны в Мавзолее Ленина. И победа – это тоже Ленин. Потом космос. Да, Ленин не был причастен к развитию космоса, но вымпелы с изображением Ленина отправлялись в космические ракеты, и имя Ленина связывалось с космическими учреждениями. То есть сохранилась вера великого, мудрого руководителя, который сберег страну, усилил ее, спас и дал огромный импульс для ее развития. Вот что такое Ленин в наши дни. Все-таки среди наследия Ленина огромную роль играет, конечно, его борьба за улучшение госаппарата. Если взять последние тама собрания сочинений, вот 44-й, 43-й, 45-й, там такая ненависть к бюрократам, такое стремление очистить госаппарат от жуликов, воров и так далее. Просто вот это как раз то, что надо было бы взять. То, что остается актуальным и сейчас. Мы на сайте нашей красной линии как раз провели опрос примерно на эту тему, чего не хватает руководителям современной России. Образование 7%, практического опыта 2%, команды профессионалов 13% и государственного подхода 78%. Ну а мы можем, изучая Ленина и наблюдая окружающую действительность, можем сказать, что Ленин и сейчас живее всех живых, он актуален как никогда и для страны, и для мира. А с вами была программа «Точка зрения», и я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!